Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Ившин, и это мой небольшой курс лекции по поводу игры на ударных инструментах в разных стилях музыки. И шестая лекция посвящена таким стилям, как фанк и джаз-рок. Для многих, кстати, является открытием, что фанк и джаз-рок – это немножко разная музыка. И очень многие ошибочно почитают, что джаз-рок – это также и фанк. Нет, джаз-рок – это музыка, которая выросла из фанка, как сплав джаза, рока и фанковых ритмов. А фанк-музыка – это музыка, которая, в принципе, изначально была танцевальной, и ее основа заключается именно в том, чтобы создавать танец. В джаз-роке таких идей нет. То есть там просто используются эти ритмы как изобразительный элемент, но не с целью того, чтобы это вызывало желание танца. И начнем мы именно с фанка. И я покажу две разных фактуры, потому что в фанке, в принципе, самое главное – это звук и время, грув. Да, и сложность этой музыки в первую очередь заключается в том, что мы должны заставить своей игрой людей двигаться и танцевать. И существуют разные методы того, как это сделать. И я сейчас покажу два основных принципа, про которые я знаю. И начнем мы с такого фанка с элементом хип-хопа, что ли, если можно сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я сейчас продемонстрировал один из вариантов движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем сложность вот такой музыки и в чем, что надо понимать? Обычно, конечно, такая музыка записывается под метроном, но суть заключается в том, что в каждой вещи, в каждой композиции есть определенное движение, которое должно быть вокруг метронома. Потому что если мы играем просто ровно в метроном, вместе с ним, то никакого движения, вызывающего желание танцевать, не возникает. Поэтому существуют два основных принципа для танцевальной музыки. Ну, скажем так, три основных принципа. Потому что есть музыка, которую нужно играть немножко с опережением. То есть мы играем в метроном, но чуть-чуть как бы играя вперед, как бы подталкивая его, но при этом стараясь соблюдать темп, не загоняя его. Второй принцип – это когда нам нужно создать более такое состояние расслабленное. Мы должны играть немножко сзади этого самого метронома, то есть как бы немножко за ним. И третье – это когда мы играем, например, музыку диско, более прямую музыку с прямой бочкой. Вот там как раз-таки задача играть прямо ровно в метроном. И какие-то определенные стили, кстати, тоже… В них тоже есть такая необходимость. То есть, например, когда нужно играть какой-то фанк-шафл в поп-ключе, то очень важно тоже играть его, например, очень ровно, имитируя драм-машину. То есть вот и самая сложная задача – это подбирать разные инструменты, в частности, как это делает выдающийся барабанщик в этом жанре Стив Джордан. Допустим, он берет разные барабаны. На какие-то вещи он берет более низкий настроенный инструмент, на какие-то более высокий. В каких-то вещах он больше звук зажимает, в каких-то вещах он его больше разжимает, играет с пружиной, с настройками и, соответственно, с этим самым временем. И тогда в этой музыке появляется смысл, появляется движение. И сейчас вот как раз-таки то, что я играл, это было как бы специально сыграно… Была попытка сыграть это немножко с опережением. То есть все время подталкивая каждую долю вперед. Ну, можно представить такой образ, когда вы примерно вот толкаете стенку, она стоит, никуда не движется как время, но мы пытаемся ее толкать. И тогда вот в этом движении появляется пульс, когда мы пытаемся каждую четверть, каждую восьмушку, вернее, которую мы играем, мы пытаемся ее немножко толкнуть вперед, имея в виду время. А теперь я сыграю другой вариант грува, попытаясь как бы сыграть немножко сзади этого метронома, и это будет такое более-более-более расслабленное состояние. Давай попробуем. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok